Здравствуйте! Вот у нас сегодня тема такая интересная, как говорится. Революция в России, социализм. Вот каждый современный человек, ну, россиянин, по крайней мере, должен себе создать вот некоторое мнение создать у себя по этому вопросу. Потому что это такой фундаментальный вопрос нашей истории. Ведь всё, что вот мы вот видим вокруг себя, вот, ну, на памяти нашего поколения, по крайней мере, вот моего поколения. Это чётко вот так вот всё выводится путём цепочки причинно-следственных связей, событий, которые друг за другом цеплялись. Вот революция в России и решение построить в России социализм. Значит, краткое объяснение, что такое всё-таки социализм. А может, напоминание, надеюсь, вы знаете. Тут вот такая вещь. Значит, теоретики наши, Карл Марс, Фридрих Энгельс, Ленин, ну, и вообще, так сказать, марксисты, авторы учебников по марксизму, я уж не знаю, что на самом деле там Маркс считал, они считали, что происходит поступательное развитие человечества. В этом поступательном развитии, вследствие борьбы классов, да, происходит смена общественно-экономических формаций. Когда-то на смену рабовладельческой формации пришла феодальная, феодальный строй, там, где были вот феодалы, то есть такие вот дворяне, князья, у которых была земля, и вот крестьяне, которые были от них зависимы, но гораздо свободнее, чем рабы. Ну, на смену этой формации капитализм пришел в недрах феодального строя, зародились капиталистические отношения, городские всякие вот предприниматели, да, скажем так, по-нашему, то есть ремесленники нанимали себе рабочих, покупали рабочую силу, да, и использовали, эксплуатировали хвосты в гриву, ну, или просто эксплуатировали без хвоста и гривы, вот так вот в недрах зародились капиталистические отношения, которые потом вот стали доминирующими, но без революции опять не обошлось. А вот дальше теоретики сказали, видите ли, в чем дело, такое развитие мощной производительных сил сейчас, что прямо вот одно заглядение. Но, вот смотрите-ка, в масштабах всего хозяйства, вообще в масштабах всей планеты, а планета вся вот она вот глобализованная становится, глобальная экономика. Получайте следующее, вот мысленный эксперимент. Есть капиталист, и все остальные на него работают. Вот они поработали месяц, он им заплатил миллиард. Это мысленный эксперимент, не берите в голову. Не важно, чего миллиард. А они ему товары создали на два миллиарда. Они у него пришли в магазин, купили на миллиард товаров, ну, там съели, на себя надели, там что-то еще с ним сделали. Вот, а остальное осталось ему. И получается, что продать-то ему некому, да, вот, вот, кризис перепроизводства рано или поздно будет. Вот, ну, пока в реальном мире вот такого-то единого капиталиста на весь мир нет, тут еще можно где-то там кого-то вытеснить с рынка, с кем-то поконкурировать, вот так вот, да. Вот, ну, и вывод отсюда Карл Маркс сделал, что вообще надо этих капиталистов гнать в шею. Это еще по-хорошему гнать в шею, а можно и повесить на столбе, да. Вот, а все остальное мы меньше будем работать. Вот такая была идея. Построение социализма. Вот, это вот и называется социализм. Когда случилась в России революция, о ее причинах чуть попозже, вот, то коммунисты ее сделали. Последнюю фазу этой революции совершили коммунисты, коммунистически ориентированные люди, скажем так. Это называлась партия РСДРПБ, Российская Социал-Демократическая Партия Большевиков. Так они себя называли. Вот, и вот эта вот партия совершила революцию, а идея была такая, да, у Маркса и у Ленина тоже. А раз в недрах капитализма социализм не зарождается, да, вот в недрах феодализма капитализм зародился, а тут не зарождается, то нужна партия. И Ленин сказал, партия нового типа, которая вот должна вот этот вот закон природы, переход к социализму, закон экономической природы, общества, она должна его реализовать. Все. Вот ради этого они захватили власть. Понятно, да? Понятно, что такое вот пересоциализм. А при социализме, значит, все будет, скажем так сказать, регулироваться, ну, сказать, общее, это не совсем правильно, это отрыв от жизни, будет регулироваться каким-то вот руководством, правительством, произведенный продукт будет делиться между всеми членами общества, так, ну, более-менее поровну. И вроде идея такая, что либо меньше работы придется, либо больше будем получать в натуральном выражении, да? Потому что если все так же, будем работать, как капиталисты. Мы же не создаем для него прибыль, да? Вот такая вот идея. Ну, на самом деле, идея не совсем честная, потому что, ну, сколько капиталист съест, сколько он на себя наденет, сколько он на себя потратит, да? Основной расход капитализма – это инвестиции в экономику, да? Очень часто так бывает. И вот в этом вот инвестиционном, значит, деятельности, ну, чем, собственно, капитализм от социализма будет отличаться? Особенно ничем. Вот такая вот сходство. Это потом выяснилось, а в ту пору это не казалось. Очень многие люди представляют себе дело так, что вот злые большевики в угоду своей вот этой вот теории марксистской испортили жизнь, значит, в России, всему вот населению Российской империи. Это не совсем так, мягко говоря. Дело в том, что революцию сделали, ну, это большевики себе приписывают. Это мы, мы, да, это вот мы. Это вот как, например, какой-нибудь колдун ворожит, и тут гром ударил. Да, вот что моя ворожба дала. Нет, вот не большевики разрушили империю царскую, нет. Она сама разрушилась без них. Проблемы были. Дело в том, что начиная с времен гибели царя-освободителя, как у нас называли, Александра Второго, вот этот вот процесс реформирования общества резко остановился. И тут вот, ну, как сказать, не хочу сказать слово вранье, это не хорошее слово какое-то, ну, не наше, не преподавательское слово вранье, а дефамация, вот искажение фактов. Когда-то вот это вот убийство Александра Второго свалили на революционеров. Это революционеры его приговорили к смертной казни. Ну, вот так вот подумайте, вот революционер нормальный, да, император освободил крестьян. Император готовит, значит, какой-то вот проект конституции. Все какие-то реформы готовит. И что вы за это убивать? Ведь реально убийство Александра Второго привело, как говорить, к политической реакции. То есть, вот, ну, отдача, откат, как из пушки стрельнули, да, реакция отдачи. Прижали гайку. Зачем было-то делать к революционерам? Совершенно непонятно. Ну, просто они их списали, а кому-то просто, кого-то он просто не устраивал, Александр. Второе, вот его и укокошили, как говорится. Убили. Как уж чего, это там люди наверху, они умеют так заговоры организовать, что концов не найдешь. А тем более, что вот были желающие, которые приняли, это мы, революционеры, рассказывайте. Вот так вот. То есть, это не они. Вот, и восстановили все реформы. А ведь, ну, очень, очень было наше общество такое архаичное. Вот эта вот система сословий, сословий, когда человек вот приписан к определенному сословию. Так вот, так это все средневеково, археонично. И все это въехало в 20 век. И все это, все проблемы, ведущие в стране, решались там исключительно наверху, да. У нас такая экономика была, все шло сверху. Значит, Россия, государство, ну, царь, это государство, он хозяин земли русской, так он написал в своей анкете, когда заполнял при переписи населения. Хозяин земли, ваше основное занятие, хозяин земли русской. Вот, он, значит, под его руководством Россия брала займы на Западе, во Франции, потом за эти займы пришлось воевать. И на эти займы дороги строила, не только дороги, но и любые другие вот всякие начинания делали. Понятное дело, что эти займы растекались, можно было разворовывать их потихонечку, понимаете, какая ситуация. Вот, вот так это все происходило. И все это наверху было, это все вот царь, его окружение, ну, царь-то, наверное, сам жульком-то не был, ну, что ж он сам у себя, что ли, воровать будет. Вот, а в окружении точно было распространено коррупция, все там было по полной программе. Естественно, заказы получали те капиталистические организации, капиталистические фирмы, которые были вот близки к правительству, к людям в правительстве, аффилированы, как сейчас говорится, правительство. Что-то такое загадочное слово, аффилированы. Вот, ну, вот так вот и было. То есть, менять было чего. И первая русская революция, когда к народу так как непонятно отнеслись, ну, ноги об него вытерли, в принципе говоря. Правительство вмешалось в эту внутреннюю смуту, непонятно на чьей стороне, на стороне мещан, против рабочих. Рабочие работают, а по ним стреляют. И вообще стреляли же по людям, правительство стреляло, правительство стреляло. Савтолыпин был министром внутренних дел, савтолыпинский галстук вешали. Ну, то есть, вот, озлился народ, в принципе говоря, злоба была. А тут еще война случилась. Ну, сначала-то, когда война, о, мы их сейчас шапками закидаем, патриотический порыв, наших бьют. Ну, значит, вся такая ситуация. А потом, как повоевали, повоевали, война как-то вот застряла, забуксовала, никаких побед особенных нет. Нет, конца края войны не видно. Ну, и устал народ от этого дела. А тут еще стали наверху там свои дела решать, кем бы им Николая заменить. Ну, и потеряли управление, Россия-то опрокинулась, перевернулась, и без царя остались. Без царя, временное правительство. А там и потерялась власть, временное правительство. Власть захватили большевики. Ну, тут уже, да, тут был заговор, вот они вот захватили эту власть. Захватили власть, разогнали учредительное собрание, которое должно было определить, как Россия развиваться. Потому что учредительное собрание там было, большевики были в меньшинстве, список номер пять. Вот, и не приняли они те предложения, которые большевики выдвинули на учредительном собрании. Как революция, как дальше России жить. Все, одно заседание прошло, караул устал. Значит, разойдитесь, пожалуйста, да, сказал. Этот матрос-железняк, который охранял вот это вот, руководил отрядом матросов, охранявших собрание. Разогнали они его, короче говоря. Ну, вот такая вот история вышла. Что вышло, то вышло. Ну, что тут разбираться? Кто там виноват? Ну, виноват кто-то, наверное. Но это не так важно. Что случилось дальше? А вот дальше началось сплошное нестроение, как говорится, в стране. Дело в том, что за поддержку Германии так или иначе большевики должны были платить. Ну, Германия их поддержала в тот момент, когда помогла репатриироваться на родину из Швейцарии через воюющую Европу, через Германию, через Швецию, Финляндию. И они попали, значит, в Россию, в Петроград. В апреле месяце Ленин прибыл. Нужно делать революцию, пролетарскую, свергать, что-то такое. Апрельские тезисы, это мы так в школе проходили. Вот. Ну, вот. Платить надо было за это дело. Выход из войны устраивать. Тем более, что народ действительно устал от войны. Ну, и большевики так или иначе заключили с немцами мир. Брестский мир. Пахабнейший Брестский мир. Так его сам Ленин называл. Пахабный мир. Поэтому миру Брестскому. Огромные территории Российской империи отходили, значит, к Германии, к Азеру. Плоть до там, вот вообще, вот до Дона, вот туда. Вот такие огромные территории. Ну, вся Украина, естественно. Крым не отходил, вот, к счастью, можно сказать. А это вот все отходило к Кайзеру. Он даже не сумел это оккупировать, когда уже на Западе проиграл войну. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что до этого еще не дошло, до конца войны-то. В России были военнопленные. Военнопленные из Австрии. Австрийцы. Ну, не австрийцы. Мы их так, знаете, называли австрияки, да? Это такая немножко насмешливая, уничижительная. Вот австрийцы, строго говоря, вот как сейчас вот австрийцы. Гражданин Австрийской республики. Вообще говоря, немец по национальности, да? Так, в большей своей массе. А Австрия тогда была Австро-Венгерская империя. Огромная центральная европейская страна, в которой было очень много различных народов. В том числе были Чехи и Словаки, которые вот, ну, в общем, не очень хотели быть в этой, островаться в Австро-Венгерской империи. Попав, они легко сдавались в плен. И попав в плен, ну, в общем, мечтали о том, чтобы вернуться на родину уже освободителями вместе с Антантой, да? Ну, перешли на сторону противника, короче говоря. И вот в России был сформирован корпус чехословацкий, так его называли. Там что-то типа около 20 тысяч человек было. Ну, все они были, понятное дело, вооружены. Мы, это же солдаты будущие, наши союзники, до того, как был заключен, значит, мир Брестский. И после Брестского мира они запросились на войну. Давайте мы поедем воевать туда, во Францию. Ну, что мы у вас тут останемся? Вы же не воюете. Куда нам деваться? Ну, советское правительство им разрешило. Поезжайте, говорит. Погрузили их в вагоны и отправили в Архангельск. Сейчас у вас из Архангельска, значит, британский флот заберет и отведет во Францию. Будет там воевать с кайзером. Ну, а Германия к Ленину обращается. Вы что, гражданин Ульянов, мы вам что, для этого мы вас там... Мы вам помогли к власти прийти. Для этого мы вас в Россию отправили. Чтобы вы, понимаешь, 20 тысяч бойцов на наш фронт отправили. Не для этого. Не отправляйте их на наш фронт, пожалуйста. И тогда гражданин Ульянов их отправил по другой дороге. Давайте, говорит, не в Архангельск, а во Владивосток. Оставлять через всю страну, не ближний свет, вот во Владивосток. Все это 10 тысяч километров-то. Ну, и все эти 20 тысяч бойцов на все эти 10 тысяч километров растянулись в поездах до Владивостока. А Германия опять говорит, вы что, дурака-то валяете, товарищи большевики. Какая нам разница, через Архангельск и через Владивосток они на фронт попадут, против нас воевать. Прекратить. Ну, и советское правительство приказало чехословаков арестовать и разоружить. И вот на все станции железной дороги Транссибирской пришла телеграмма разоружить чехословаков. Разоружить не удалось. Чехословаки сами, кого хочешь, могли разоружить. Разоружили. Заняли всю Транссибирскую магистраль. И таким образом, вот это вот по площади, наверное, больше половины Российской империи вышло и под властью центрального большевистского правительства. Вот после этого-то, это у нас называлось в нашей истории советской, мятежчик словаков. После этого-то вот события, мятежа, и началась, собственно, гражданская война. Потому что Ленин утратил над большей частью территории контроль. Вот из такого, в общем-то, пустяка, по большому счету. Я понимаю, что 20 тысяч людей, да даже один человек, это не пустяк, но в масштабах страны, ну что такое 20 тысяч человек? В общем-то, не очень большое военное соединение. А вот с него-то началась вот гражданская война. Долго лилась кровь. Честно говоря, вот в той войне единственную такую четкую позицию, что будет после войны, да, занимали только большевики. Ну, по крайней мере, они ее объявили. Они пообещали крестьянам землю, пообещали всем, значит, нерусским народам крупным государственную самостоятельность. Четко этого держались. А их противники, противники их были слишком разношерстные, да. Их противники иногда себя называли, значит, войска учредительного собрания. Так они себя позиционировали. Они выступали за непредрешение, да, так называется, что мы не предрекаем, как, что будем делать после революции. Там разберемся, соберемся, поговорим. Естественно, это все не могло призвать, привлечь на свою сторону симпатии народа, да. А за чего? А вот, говорит, мы непредрешение. За что-то воюете-то? Против большевиков? Против того, чтобы землю дали, вот, крестьянам, крестьянин так рассуждает. А какой-нибудь нерусский человек рассуждает, вот, против того, чтобы мне дали возможность создать свое государство, нерусское. Да? Ну, понятное дело, что именно поэтому красные там и победили. Четко у них была совершенно позиция. Вот, вот, во время гражданской войны, это время еще в экономическом отношении, он называет иногда военный коммунизм. Война. На селе была продразвертка. То есть, крестьянин должен был сдать практически весь тот урожай, который в другой ситуации он бы продавал на, значит, рынке. За деньги, за товары. А тут вот только чтобы себе на семена остальное сдать. И на это вот то, что реквизировано фактически. А, значит, государство снабжало город, обеспечивало армию. Вот. И вот после победы в гражданской войне, после ее окончания, значит, ну, надо было как-то восстанавливать экономику. Потому что вот сразу, как по волшебству, капиталистическая экономика не превратилась в социалистическую. Вот, ну, вот, что-то вот не работает. Как-то вот не работает. Как-то вот стимула у людей не оказалось нужного. У крестьян вот так просто все выращивать и сдавать тоже никакого стимула нет. Ну, и в ту пору еще Ленин был, Владимир Ильич, так сказать, в силе. В политической силе и в физической силе. Напомню вам, кто забыл историю, он заболел очень сильно. Ну, типа кровоизлияния в мозг, по-простецки говоря. И последний год, полтора-два, он уже доживал в горках ленинских, уже, ну, так сказать, в инвалидном состоянии. У нас вот было его собрание сочинения там, очень-очень много томов. Так вот, последние несколько лет его жизни, это там несколько работ его все на все. Несколько писем, которые под его диктовку там были записаны. Прекратилась его деятельность политическая. А пока он еще успел, он придумал вот то, что, ну, название, собственно, он придумал. То, что он ввел, это был, собственно, тот же самый капитализм, который был до него. Ну, почти тот самый капитализм, без крупных капиталистов, без всех этих ребушинских банкиров. НЭП это назвал он. Но он придумал хорошее название. Новая экономическая политика НЭП. НЭП, значит, основа экономики, это крестьянское сельское хозяйство. 90% населения тогда жило на селе и так или иначе имело отношение вот к крестьянской деятельности. И вот в крестьянском сельском хозяйстве началось производство, капиталистическое производство. Ленин еще говорил, я его процитирую, в силу того, что я много лет, начиная, собственно говоря, со школы и заканчивая последним курсом института, все время изучал, 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 переучивал Ленина. По разным поводам. И он, значит, сказал такую вещь. На селе капитализм постоянно себя возрождает, возобновляет. Вот работает крестьянин на своем участке? Хорошо работает. У него, значит, увеличивается урожай. Он, значит, может, земли прикупает или арендует. Он покупает на вырученные деньги оборудование. Тогда крестьяне трактора даже покупали. Вот частники, не колхозы, а крестьяне. Там не было колхозов. Покупали трактора. Покупали всякие сейлки, веялки, сложные механизмы. Даже импортные механизмы покупали. И он нанимает работников. Не все же крестьяне так удачно ведут хозяйство. Кто-то неудачно ведет хозяйство, разоряется. Тогда их нанимают на работу. Вот, собственно, капитализм получается. У него заводятся деньги. Он думает, что ему с этими деньгами делать. А деньги, деньги растут, растут. У него, получается, идея, если не расширять сельское хозяйство, вложить какой-то бизнес в городе. Вот такая вот идея. Вот про это, говорил Ленин, возрождается. Кстати, для того, чтобы это все заработало, да. А в городе возродили вот такое мелкое товарное производство. Это называлось вот Непманы. Ну, разные мастерские, ресторанчики. Вот времена «Золотого теленка», вот этот фильм, не помните, вот это был как раз Непп, да. «Золотой теленок», «12 стульев», вот особенно «12 стульев» такой классический, Непп, Непманы, все как положено. «12 стульев», вот это Непманы. Вот так как-то было дело. Ну вот, но для того, чтобы крестьянин хлеб-то, который он вырастет, продавал, нужны были стабильные деньги. То есть крестьянин продал хлеб, выручил деньги. На эти деньги он что-нибудь себе купит. Причем, мы знаем, он сегодня, вот в этом году, он потратил вот на этот рубль, он купил вот столько. И в будущем году то же самое. Это называется твердый рубль. Сейчас бы мы сказали стабильные валюты, стабильный курс, стабильное, вот, значит, отсутствие инфляции или низкой инфляции. Кстати говоря, создателем стабильного рубля знаете, кто был? Филипсед Музержинский. Он не только был создателем, так сказать, ЧК, ВЧК, то есть, это вот предшественница, так сказать, ФСБ, далекая предшественница ФСБ. Ну и вот был создателем рубля. Он по экономической части весьма и весьма, вот, большое дело сделал в нашей стране. Когда появился стабильный рубль, это называлось, так сказать, червонцы. Такие были червонецы, это обычно называли монету в 10 рублей, а это вот называлось червонец. Такая как бы денежная единица, она 10 рублей формально составляла. Ну, в общем, процесс пошел. Процесс пошел, набирает обороты. И причем он набирает обороты уже к концу подходит в 20-е годы. Капитализм, на селе там кулаки набирает сил. Слово такое кулак. Кулак, вот он такой хороший, справный хозяин. У него есть все, что положено. Вот, обычно вот наше кино, которое я смотрел, которое снималось еще в 20-е годы, когда оно было немым. А он, значит, показывали кулака такой, значит, вечно пьян, ничего не делает, откуда что у него только берется. А вот бедняк сельский, он такой вот целеустремленный, смотрит в будущее, такой активный, такой работяжка. Ну, понятное дело, что это было не совсем так, грубо говоря. Это было вовсе не так. Это даже в 20-е годы такую вот трактовку образа, литературы, ну, кинотрактовку, да. Ее критиковали даже в журнале «Советское кино». Тогда был такой журнал «Советское кино». Не путать с журналом «Советский экран», который был вот в 60-х годах, «Советское кино». Критиковали, потому что, ну, ребят, ну, чего вы такой плакат-то рисуете? Тем более, что вы, товарищи киношники, все городские, вы никогда в деревне не были и не видели кулаков. Вот, изображать, что попало. Вот, ну, свобода слова. Чего делать? Чего делать большевикам? В стране потихонечку поднимается хозяйство, увеличивается производство продуктов питания, очень важно. А промышленность производит навстречу, так сказать, разные, значит, товары, ткань, да, керосиновые лампы, ну, там, ну, все, что нужно, так сказать, вот это вот, сбруи всякую для лошадей, технику для землепашца, там, сейлки, велки, даже трактора научились мы делать. Вот, вот, процесс идет. И получается-то, а я помню, Тёма сказал, что такое социализм-то? Он не зарождается в недрах капитализма, он создается сверху, искусственно, как бы накладывается, мы уничтожаем капитализм, а на его место приходит социализм, все работают, и вот эта некая распределительная система, все это распределяет между всеми тружениками, да, вот такая вот идея. Вот, а тут-то пока еще капитализм остается. И вот партия поставила перед такой вопрос, если все мы так оставим, как есть, нас сметут. И часто, когда сейчас цитируют вот эту фразу, тогдашнюю, партийную, в конце 20-х годов, почему-то всем приходит в голову, это вот в 41-й год, нас сметут, ну, то есть придут гитлеровцы и нас сметут. Надо сказать, что эта фраза говорилась где-то в конце 20-х годов, типа 27-й год, и тогда Гитлера у власти не был, и вообще до этого 5 лет было еще, до Гитлера у власти в Германии, никто на нас нападать не собирался, в тот момент вообще ничего такого не было. Насчет сметут. Имелось в виду сметут, нас сметут, это партию сметут. Она, получается, не нужна. Ну и вот встал очень тяжелый вопрос. Что дальше делать? Ну, социализм строить. Ленин учил нас. Что Ленин учил? Ленин учил. Социализм тогда окончательно победит, когда создат более высокую производительность труда. По уму я должен был это из книжки читать, но я сделал вид, что читаю вот из ладошки. Более высокая производительность труда. Ну, значит, надо вот индустриализацией заниматься, да? Строить заводы, да? С помощью, значит, производства, средств производства высокотехнологичных, высокоэффективных, да? Налаживать производство производительных станков, которые позволят повысить производительность труда, ну и так далее, так далее, так далее. Заодно тут можно еще, значит, тяжелую промышленность это получается развивать. То есть индустриализация должна была идти не так, как обычно она шла. Даже термин был капиталистическая индустриализация, это социалистическая индустриализация. Капиталистическая, значит, понастроим заводов, будем делать ткань, ткань продавать, есть спрос платежеспособный, будем делать потребительские товары, значит, выручаем деньги, получаем прибыль, на полученную прибыль расширяем производство. Для расширения производства нам нужно новое оборудование, значит, появляется производство средств производства, то есть производство станков, на которых мы производим эти керосиновые лампы и, значит, ткань, ткем, например, да? Вот. А потом нужно производить еще средства производства для производства средств производства. То есть, те вот станки, на которых делают другие станки, да, машиностроение такое. Ну, в общем, короче говоря, вот такой должен быть процесс. Это называется капиталистическая индустриализация. И все было бы нормально. Нет, если бы у нас в стране так проходила бы индустриализация, она шла бы медленно, постепенно и, ну, как-нибудь дошла бы. Я не берусь предсказывать сроки, чем бы это все кончилось, но вот так вот, так она бы протекала. А тут решили начинать вот с другого стороны. Как раз с тяжелой промышленности, а потом из тяжелой промышленности, значит, менее тяжелую промышленность, а из той еще менее тяжелой. А так уж, когда до легкой промышленности, дело так вот как-то и не доходило, честно говоря. Не доходило никак. Ну, при этом парадокс получается. Вот рабочие строят завод, копают котлован, строят завод, налаживают оборудование. И начинают производить продукцию. Им надо платить, кстати, зарплату, потому что без зарплаты они есть не смогут. Им надо покупать продукт, который производят в селе. Вот. А та их зарплата, она ничем не будет обеспечена. Они ведь построили завод, который никакого потребительского товара, который может, так сказать, сельский производитель приобрести, он не производит. Не производит и все. Можно было, конечно, позвать этих кулаков, сказать, товарищи кулаки или граждане кулаки, вкладывайте ваши деньги в, значит, акции предприятий. Да? Вот. Ну, в принципе, идея и такая могла быть. Вот. Они вам обеспечат доходы в будущем далеком. Ну, кто его знает, может быть, отреагируют. Но это вообще капитализм, это не социализм. Получается, хозяином будут эти вот акционеры. Сельские капиталисты, получается, будут. Это не наши методы, как говорили в советское время. Не наши методы. Что делать? А хлеб-то нужно у него забирать, чтобы кормить рабочего-то. Иначе он не даст. Да? А деньги должны быть твердыми. А если деньги, значит, как говорят, твердые деньги, их надо чем-то обеспечить? Чем? Товаром. Есть такое вот простое сравнение. Вот есть куча денег, куча товара. Это куча товара. Всегда это куча денег стоит. Ну, имеется в виду те деньги, которые вот на рынок могут выйти. И тот товар, который вот на рынке предлагается. Если вот заплатим зарплату рабочим, значит, попадают цены. Это не нужно капитализму тогдашнему. Это не нужно тогдашнему сельскому капиталисту. Ну, приняли решение, страшное решение. Уничтожить сельского капиталиста. Ликвидировать кулака как класс. Класс. Это так было гуманно сказано. Не беребить, а ликвидировать как класс. Во время войны Второй мировой Черчилль приезжал в Москву на переговоры со Сталином. И он, значит, так вот спросил его Сталина. Об этом Черчилль рассказывает в своей книге «Вторая мировая война». А вот что там за коллективизация у вас такая была? Он ему объясняет. Это была классовая борьба в деревне. Когда, значит, бедные крестьяне перебили, по-моему, он назвал цифру 12 миллионов богатых крестьян. Вот. Ну и вот, значит, перераспределили их благо. Значит, ну вот зимой, в 1928-1929 год, вот этот кошмар начался. Он написан у Шолохова. Шолохова, знаете, такой писатель Нобелевский, вероятно, между прочим. Ну, получил он Нобеля за свой роман «Тихий дон». А вот у него еще произведение, лично мне оно больше нравится, чем «Тихий дон». Оно как-то так и читается легче, и интереснее, как-то вот ближе вот ко мне. Это «Поднятая целина». Как раз там про эту самую коллективизацию. Очень такие драматические, душераздирающие сцены. Идея организации классовой борьбы была следующая. Во всех сельских, значит, населенных пунктах были созданы комитеты бедноты, да, комбеды. И вот эти вот комитеты бедноты, они определяли, значит, список кулаков. Кулаки, подкулачники такой еще термин был. Вот. И эти кулаки подлежали раскулачиванию. У них изымались помещения, дома, все, имущество. Их выбрасывали на улицу, ну, на мороз, зимой дело было. Отправляли их всех замажая, куда-то там переселяли. Причем запрещалось этим самым кулакам заниматься сельским хозяйством на новом месте. То есть, они уже из крестьянского состояния выбывали. Вот в шахте можно работать, еще как-то. Ну, страшное было время для всех. И, ну, я-то еще встречался с людьми, которые пережили этот этап, да. И вот одна, во время вот этого коллективизации она была девочкой. А в мое время она была школьной учительницей, пожилой уже женщиной, много старше меня. И вот она рассказывала, так сказать, сам сидит она, девочка, кормит из соски ягненочка. Там где-то вот в доме. Значит, а тут комиссия по коллективизации приходит, они все обобществляют. Все отбирают в сельскохозяйстве. Вот инвентарь, скотину. Приходит, вот ягненка отобрали. Естественно, ягненок этот умер потом где-то. Ну, а девочка эта, естественно, на всю жизнь у нее негативное отношение было вот к этой вот компании советской власти, естественно. Вот, ну, привлекались к этой работе силы самые такие вот, ну, второсортные. И отношение к ним было второсортное. Ну, и, в принципе говоря, советская пропаганда не прошла мимо этого стороной. Раскритиковала соответствующих вот товарищей, которые... Даже фильм был такой, Михаила Рома. Правда, про другой период времени. Ленин в 18-м году, 37-го года был фильм. Ну, и вот там, в принципе говоря, похожую ситуацию смакуются. И Ленин ее комментирует. Что вот на... Что вот себе таких выбрали, вот, так сказать, каторжных, которые вот вами руководили, да плохо руководили. Крестьянин, так сказать, ходок пришел Ленину жаловаться. Вот туда, в Петроград еще. Нет, уже в Москве-то действие происходило. Ленин в 18-м году. Ну, что было, то было. Сделано было. И ситуация была очень интересная. Что после этой коллективизации резко упало производство сельскохозяйственной продукции в нашей стране. Страна на многие годы въехала в такую вот... В карточную систему. А вплоть до 41-го года, до начала войны, не удалось достичь уровня производства вот того вот... 28-го капиталистического года. Вот, печально. Ну, что случилось, то уж случилось. Никуда от этого не уйдешь. Вот он, социализм. Вот она, революция в России. Ну, так или иначе, тех, кого это не коснулось, а не коснулось этого раскулачивания жителей городов, они получили, в общем-то говоря, возможность несколько по-иному строить свою жизнь. Хотя, что я говорю, жители городов. Дело в том, что в ту пору огромное количество населения хлынуло из села в города. Ну, во-первых, люди бежали от коллективизации. Вот те, которые были более-менее состоятельные, они хотели попадать под раскулачивание. Они просто исчезали из своих деревень, не дожидались раскулачивания, и попадали в города. В городе, конечно, что ему делать? Ну, что, у него ничего нет, да? Ни специальности никакой городской. И потом избыток там. Тогда еще была, ну, скажем так, безработица, да? Где он найдет работу? Ну, хорошо, вот появились тройки социализма, да? Вот эти вот огромные производства. Ну, работящий человек мог там выделиться. Выделялись. Ну, помогало, знаете что? Скрыться, раствориться. Тогда не было карточной системы. Простите, тогда не было паспортной системы. И человек, вот он, значит, приехал, назвался к кем-то, и живи себе, да? Вот. А так вот с паспортом, ну, куда ты денешься, да? Вот паспортной системы не было. Кстати говоря, двоякое отношение к паспортной системе. С одной стороны, помогли людям избежать вот таких вот проблем в тот момент. А вот более позднее время жители городов-то имели паспорта. А вот работники колхозов, члены колхозов паспортов не имели. И поэтому захотел член колхоза поехать в город, например, учиться, он должен получить разрешение у представителя колхоза. Вот он им разрешит ехать в город учиться. А на какую ты специальность будешь учиться? А нам такая специальность не нужна. Нам вот нужна такая, такая. Да и вообще мне тут работники нужны, не отпускаю тебя, да? А без паспорта в городе делать нечего или без этой справки. Вот такая была ситуация. Ну, кстати говоря, это работало против. Против сельской экономики нашей. Вот так вот. Экономики сельского хозяйства. Потому что самые такие работящие люди, молодежь, старались пойти служить в армию. Очень была популярная армейская служба тогда. А после армии каким-то образом остаться в городе. Ну, например, завербоваться на какую-нибудь стройку или на лесоповал, получить паспорт и всё. И ты уже свободный человек. Вот видите, какая ситуация была. То есть вот когда мы вспоминаем социализм, может быть, ваша мама, папа вспоминает социализм, они были тогда молодыми людьми, о многих вещах мы, в общем, тогда не задумывались. Ну, жил я в городе, да? А чего я задумывался, что там жители села не имеют паспорта? Ну, да, вот было такое. Вот не прошло мимо меня. На нашем факультете, на курсе нашего факультета, где я учился в МИФИ, вот из двухсот человек только двое имели отношение к селу. Были из села. А остальные были горожане. Факт? Есть факт. Да? Хотя всего один процент, представляете? Не то так, как-то они вот когда-то жили в селе, а потом оказались в городе. Вот. Вот. Это вот очень был факт. Факт есть факт. Это вот... Их можно пожалеть, кстати говоря, таких людей. Ну, кстати, учились хорошо. Так вот, что я хочу спросить. А нужно было это делать или не нужно? Ну, вы знаете, как я вам отвечу на это слово? Это наша история. Вот. Нужно было Гитлеру нападать на Советский Союз или не нужно было? Да? Вот такая трагедия. Напал Гитлер на Советский Союз. А ведь то, что мы эту войну выстояли, мы, наш советский народ, победили, это вот у нас такой мощный пласт нашей истории. Конечно, вот Гитлер преступник. Он нехорошо поступил, и в Германии нехорошо поступило, что напала на Советский Союз, что она захватническая агрессия была. уничтожала людей, и Холокост осуществляли там. Ну, все понятно. Но это сформировало нашу историю. То есть, это наше прошлое. Это нас сделало. Это наше прошлое. Можно так вот критиковать. Вот есть такой подход. Обычно в России всегда критикуют. Вот это было не так. Ну, да, конечно, ошибались. И причем иногда преступно люди ошибались. А, ну, это наша история. Вот, между прочим, в американской культуре, например, у них ведь тоже в прошлом что только не было. Вообще, конституцию американскую писали рабовладельцы, да? Потом в это рабовладение отменяли, да? Еще вот нам показали фильм Спилберга про Авраама Линкольна. И вообще тот эпизод отмены рабовладения в Америке. Внести, так сказать, поправку. Принимали поправку к институции. Так это там манипулировали парламентом. Посмотрите фильм Спилберга. Длинный, скучный, да? Американцам он, кстати, очень понравился. А нам как это все издалека, да? Ну, кто захотел, посмотрел. Ну, сделано хорошо, актеры классно играют, все в порядке. Ну, это же просто жульничество было, да? Ну, так ведь, извините, освободили же людей-то, да? Освободили, да? И Линкольну памятник стоит в Вашингтоне. Его все уважают, все ценят. На пятидолларовых купюрах его портрет печатают. Все правильно. Ну, вот, и отношение у них к своей гражданской войне такое положительное. Вот у них были противостоящие друг другу силы. Так они и те, и те, кто за южан воевал, и те, кто, значит, за северян, то есть, за юнионистов, они, значит, вспоминают, поминают. Это их история, да? Вот у нас, кстати, сейчас тоже появилась такая мысль, вот, у нашей истории, у популяризаторов истории, да? Идея такая, я вот читал в журналах, в газетах, в интернете, о том, что, ну, к персонажам, скажем, гражданской войны, которые с той стороны были, со стороны белых, белых, да, там, Колчак, Деникин, Врангель, Унгерн, относиться вот более-менее так вот, ну, объективно, положительно, что ли. Ну, вот это наше прошлое, да? Вот, вот из Сталинска это наше прошлое, ну, что без конца, вот. Да, конечно, жертвам нужно воздать компенсацию, все, нет сомнений. Ну, пытаться сейчас задним умом что-то переиграть, у нас же нет машины времени, мы туда не вернемся, не переделаем. Было, была бы, да, надо было переделать. Да, на будущее надо это учитывать. Это опыт, который мы, значит, получили из истории. Все правильно. Осудить, да, осудить надо. Ну, в каком смысле осудить? Несмысленно найти виновата, ведь нет их никого уже в живых. Вот так вот осудить, вот, юридически уже никого нельзя, никого нет. Много времени прошло. Но вот осудить неправильные решения, исправить их, вот, часто бывает важно, да? Помните, я вам говорил, что обещали большевики народу в момент, во время Гражданской войны, значит, землю крестьянам, потом они успешно ее отобрали, и самоопределение наций, да, так это называлось. Потом они эти нации успешно объединили в Советском Союзе, и Советский Союз, так сказать, управлялся из единого центра, да? КПСС управлял, ЦК, Политбюро, ЦК, КПСС, да, вот такая вот фраза была. И вот это я интонацию взял из рубрики в последних известиях по радио. В Политбюро, ЦК, КПСС. И дальше вот рассказывать, что же Политбюро, ЦК, КПСС решила, что она нам поручила делать, да, вот это вот. Ну вот, тут-то некоторые было бы решение, можно было бы поправить, как говорят. В частности, по территориальному вопросу. Ведь делили страну как попало, как хотели все эти границы между областями проводили, да, между субъектами. То появлялась какая-нибудь республика, то пропадала. Вот была Карелло-Финская СССР, 16-я Союзная Республика. Побыла-побыла, и стала опять Карелло-Финской АССР в составе РСФСР. Каракалпакию то и в одной на республике побудет союзной, то в другой. Это такая вот Каракалпакская область, да, такая автономная, да. Вот перекидывали, как хотели. Ну, что это такое вот? Это как-то не очень серьезно, не очень обоснованно. И, кстати говоря, такого рода политика, она, вот, когда ее проводили европейские колонизаторы в колониях, да, то это просто провоцировало в дальнейшем конфликты между этими колониями после их освобождения колониальной зависимости. Территорию проводили по линейке, там, как попало, не вникали в местные особенности. Ну, вот, и вот сейчас у нас тоже, вот, замечаете такие вещи. После развала СССР-то были такого рода конфликты, и, видимо, еще не кончились, к сожалению. Вот, такие вот слова я вам сказал, да. Ну, что, время наше подошло к концу. Будем считать, что мы помянули тех людей, которые, в общем-то говоря, в любом случае были жертвами истории, да, такого сложного времени. Но без этих людей нас бы не было. Не было бы, кстати, и победы в Великой Отечественной войне, да. Всего доброго вам, удачи, до свидания, всех благ.